приветствую всех как сделать лопатку из дерева для жарки мяса своими руками значит тема такая будет до лопаток у меня много но пришла мне друзья еще одна идея да как ну вот есть такой вот у меня шаблончик да потому что я сделал себе вот такой шаблон оставил для чего потому что лопатка ходовой товар и быстро они вернее долго они не залеживаются не обязательно улетает с пулей но смысл в чем вот есть вот такой шаблон обычной прямой лопатки да я в данном случае хочу сегодня сделать волнистую да как змея вьется посмотрим попробуем фантазия есть идея есть будем пробовать воплощать идея опять же ребят я возьму вот такой да довольно таки толстую сколько здесь у нас толщина толщина у нас грубо говоря 4 сантиметра толщина для чего такая толстая потому что во первых нам надо будет толщину делать больше вот эту толщину делать больше так как она у нас будет не просто прямая а волнистая поэтому нам надо будет где-то ширину удержать ну сантиметр-полтора нам надо будет с вами удержать поэтому и такая толщина материала в данном случае значит что у меня как правило это будет шаблон вы можете нарисовать бумаги да я показывал там есть у меня лайфхак для начинающих ссылочку я оставлю над этим видео да на ту тему где вы можете посмотреть как сделать шаблон тот или иной для ложки или для лопатки да и не обязательно для чего допустим да если вы собираетесь это сделать там на поток и не мучиться да можно сделать вот такую просто приложил выпилил сделал и все как бы ну у меня сегодня затея сделать ручку немножко такую своеобразно красиво значит что перевожу сейчас на стол будем очерчивать будем выпиливать ну и соответственно потихонечку будем подходить с вами скажем вот к такому да уже более-менее привычному заводскому виду значит что просто накладываю шаблончик шаблончик до очерчиваю карандашиком это скажем мы себе зададим симметрию 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 да ну как то вот так друзья сейчас значит что как есть мы как есть вот лопатка до очертил ну тут у меня чуть-чуть я пробовал это не столь важно она уберется поэтому не страшно материал в моем случае это черная береза поэтому будем делать ну и посмотрим что у нас в результате получится так что сейчас отчертили сейчас выпиливаем вот это вот все ну и будем с вами действовать дальше ну что так я буду соответственно вот таким электрологиком делать но если нет электрологика можно вот таким обычным лобзиком опять же воспользоваться до сделать какой-то упор друзья упор какой-то сделать ну и потихонечку выпиливать я в самом начале начинал вот таким да очень долго но тем не менее если хочешь научиться а у тебя под рукой скажем вот такой вот электрологий обычный лобзик сквозного пила да то почему нет значит что поехали выпиливаем и посмотрим что у нас получится и ну что друзья вот так вот она у нас была червчина вот такая вот у нас получилось с вами баклушка да для чего еще раз повторюсь что сейчас здесь пойдет волнистая ручка у нас типа извивающие змейки поэтому сейчас что очерчиваю здесь грани до примерно очерчен так таки 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 так поехали примерно так вот ну вот так друзья что-то у нас получится с вами да вот такая вот лопатка поэтому сейчас что выпиливаю ну и посмотрим что у нас получится из этого да и пойдем с вами дальше так что саму я сейчас оставлю за кадром выпиливания потому что здесь чуть-чуть посложнее будет ну и на камеру тяжело будет работать поэтому смотрим не переключаемся ну значит что друзья ну вот так вот получилось и до нарисовал выпилил сделал даже здесь уку уклончик сейчас значит что нам предстоит с ней сразу наверное сделаю два отверстия я специально здесь вот как видите сделал ровно чтобы несмотря на такую необычную форму до на такую необычную форму чтобы она на на вешалке висела прямо ну чтобы не падала и ничто поэтому сейчас с вами делаем два отверстия сразу опять же сверло берем ребят то под какое вам надо а какое вам надо на что вы ее собираетесь вешать соответственно крючок у вас там на 6 значит сверло берем где-то на 8 чтобы свободно она вешалась в моем случае не принципиально поэтому я взял сверло на 6 сейчас про сверлю сразу отверстие вот как видите отверстие сразу просверлю сейчас даже сразу задам потай потай ну так скажем для красоты ребят здесь хотите делайте хотите нет я сделаю причем если вам если вы сверлили скажем там на 6 до то следующее сверло у вас просто потай снять чуть больше если это на 6 значит где-то на 8 на 10 сверло если нету таким да есть продаются перья ребят продаются вот такие вот перья в магазине купить то которое вам надо до засверлить и все и у вас получится готовое тоже отверстие и причем в этом случае уже не нужен будет вам потай да ну я уже привык сделать с потайами поэтому сделаем вот так вот потайчик с обоих сторон конечно это сейчас надо все оккультуривать приводить в состоянии более-менее ровной да как видите толщину я взял побольше потому что во первых чтобы не сделать вот такую тоненькую да и если она волнистая то мы получается нарушаем с вами структуру дерева до волокна мы оттай отходим от волокон возвращаемся в волокна отходим от волокон возвращаемся в волокна и вот в этих вот местах где мы получается уходим от волокон до вверх или запиливаем ся в волокна чтобы когда при работе у нас она не сломалась поэтому сделал чуть побольше здесь у меня сейчас в данный момент 2 сантиметра да я вам обещал сантиметр полтора но лучше сделать больше потом конечно дорабатывать сейчас значит шлифовка опять же много видеороликов и не занимать чтобы вашего времени я сделаю это за кадром соответственно покажу что получилось в вашем случае это вот напильник зажимайте делайте какие-то упоры ребят снимайте доводите до того состояния которое вам понравится и уже соответственно потом перейдем шлифовки но я что вы смотрите дальше а я приступаю более-менее благород облагородить надо ну и придать ей более-менее хороший вид ну а дальше уже пойдем наждачными бумагами с вами работать так что смотрим дальше ребят ну что друзья вот грубую обработку я сделал вот так более-менее я задал как мне понравилось а до форма вот такая вот она получилась а у нас так вот вроде и простая да а перевернуть на бок уже вот такая вот волнистая толщину сильно я не стал углубляться единственное что сделал острые края я снял ну чтобы все-таки поудобнее было причем при всем есть плюсы этих вырезов да можно даже сделать именно под вашу руку почему под вашу руку потому что вот можно даже взять вот так ее она под палец да она уже у вас не соскочит можно взять вот так что-то допустим если не сильно много у вас поэтому как бы вот еще плюс нашел я и для этого так что вот так вот таким вот макаром в руку ложится ну и будет висеть и будет красиво сейчас значит что приступаем к шлифовки шлифовка ну все понимают да что надо заровнять что надо сравнять от напильника от какими-то может быть вы резцами вырезали да потому что вот это вот можно сделать там скажем и вот таким косячком можно и обычным ножом потихонечку зарезаться да и сделать даже не обязательно иметь вот такой вот лобзик до или там электро лобзик можно это все сделать ножом и причем как вам нравится сразу можно и закруглить ножом придать форму какая вам понравится но у меня вот получилось так пускай вот так и остается надеюсь что и на эту лопатку найдется хозяйка или хозяин поэтому буду надеяться что долго она не залежится значит что шлифуем с вами до затираем ну и в результате потом у нас получается после шлифовки если у вас сухая значит это хорошо древесина была если у вас такая как у меня средний скажем и не сухая и не влажная да поэтому в моем случае будет просушка пропитка натуральным льняным маслом так как она будет соприкасаться с продуктами соответственно защиту и сделать от влаги пропитав до обжигать в этом случае я не буду потому что у меня черная береза у нее есть рисунок да сейчас вот не видно но есть у меня много работ где которые я делал с черной березы да и после пропитки просушки льняным маслом она уже приобретает хороший красивый цвет поэтому я здесь тоже постарался выбрать на самой рабочей части но сейчас не видно да ну вот видите да белая здесь такая коричневенькая ну и с обратной стороны соответственно есть поэтому сейчас буду шлифовать до тех пор чтобы вытянуть по максимальный рисунок древесины ну и соответственно уже встретимся с вами после просушки и пропитки по традиции уже посмотрим что у нас получилось и готовое изделие уже что у нас с вами будет после пропитки и просушки поэтому смотрим не переключаемся но я дошлифовываю отправляю на просушку на пропитку и увидимся дальше ну что друзья вот просохла пропитал льняным маслом значит вот такая вот у меня получилось видите и рисуночек вылез до красивенького так получилось и такая вот темненькая получилось хорошая как видите сзади рисуночек вот такой спереди рисуночек вот так вот она будет у вас висеть и украшать декор так что что могу сказать у меня получилось обязательно смотрите мой видеоролик до пробуйте как делал я ну и соответственно получится и у вас надеюсь всем кто смотрел до конца понравится мое изделие так скажем моя задумка воплощение в жизнь фантазии очередной поэтому кто не подписан на канал подписываемся ставьте класс кому понравилось видео кому не понравилось пальчик вниз пишите комментарии предлагайте свои варианты буду рад всем ответить ну и соответственно что-то может быть ваши какие-то идеи воплотить в жизнь если они дельные будут и в быту будут применяться поэтому что вот такая вот у меня работа получилась я рад что у меня все получилось ну а вам крепкого здоровья и до новых встреч пока пока ребят